Незакрепленный аккумулятор поджег машину. Огненное ЧП произошло в Остебаканском районе. Мужчина отправился отдохнуть на природу, его авто при движении попало в яму. От встряски непрочно установленная аккумуляторная батарея перевернулась и замкнула. Из-под капота повалил дым, самостоятельно вызвать пожарных у рулевого не получилось. До огнеборцев уже через некоторое время дозвонились очевидцы. К моменту прибытия добровольных пожарных из села Весеннее отечественный ВАЗ горел на площади в 6 квадратов. Штрафы для ресурсоснабжающих организаций за отключение воды, света и тепла, некачественное оказание услуг вырастут до 100 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее был установлен запрет на привлечение коллекторов к возврату долгов по коммуналке. Однако ресурсоснабжающие компании нашли другой способ. Они отключают тепло, горячую воду или свет. Часто должниками являются управляющие компании или несколько человек, а страдают все жители дома, включая тех, кто платит по счетам, отметил спикер. Закон касается и других случаев, например, когда температура воды или батарей недостаточно. Со вступлением в силу нового закона штрафы за такое вырастут в 10 раз. Судьбу нулевая крышат жители Хакасии. Сейчас благодаря статусу общепита они обходят запрет на торговлю алкоголем в ночное время. Законодатели республики предлагают внести изменения и установить ограничения в ночное время в пивных, рюмочных и розничных магазинах, расположенных в жилых домах. Под запретом время работы с 23.00 до 8 утра. Проголосовать за данные решения жители региона могут в соцсетях Верховного совета, либо направить свои предложения в парламент любым удобным способом. Прогулку у самки снежного барса перед рассветом показали сотрудники Саяно-Шушинского заповедника. Фотоловушка поймала любопытную краснокнижную кошку на маркировочной точке. Камера вызвала у нее особый интерес. При помощи паспорта специалисты определили, что на видео самка Ирбиса, рожденная в 2022 году. Наблюдения показывают, что дикая кошка начала самостоятельную жизнь и активно исследует территорию заповедника. Уже неделю на территорию Саяно-Шушинского заповедника идет экспедиция по местам обитания снежного барса. А значит, совсем скоро экологи покажут новые кадры из жизни этих удивительных животных.